Вот по тачеву. Я уже говорил, что вообще это безумие же. В 2004 году это произошло, убийство на охоте. Я, кстати говоря, Ержану много раз выговаривал, зачем ты ходишь на охоту. Он мне с таким удовольствием сообщал, один раз он прилетел ко мне в Москву, говорит, представляешь, я тремя выстрелами убил, говорит, в Уральске летал на охоту трех лосей. Я говорю, в смысле, как тремя выстрелами? Один лось выбегает, я раз, потом следом второй, раз, и каждый, говорит, в сердце, и трех лосей убил. Я ему говорю, а зачем? Ну как, это же круто, представляешь, как я стреляю? Я говорю, это живые существа. Тебе что, мяса не хватает, еще что-то? Зачем ты это делаешь? Каждый раз я ему выговаривал, когда он ездил на охоту, практически каждую неделю. Я знаю массу случаев, когда люди получали выстрелы, выживали, кто-то не выживал. Статистики у нас полно таких. Вот это несчастный случай произошел. В то время я жил в Москве, чтобы вы знали, это был декабрь, 19 декабря 2004 года. Я не знал, с кем он ездил на охоту, он ко мне регулярно раз в месяц приезжал, отчитывался. Тут, знаете, как они пресс-конференцию власть провела, Еркентача, какого-то этого бывшего руководителя ФБР пригласили. Типа, Аблязов хотел захватить банк. Извините, это банк был бой. Я его организатор, я притянул деньги, я боролся против Назарбаева, который меня не пускал на этот аукцион. Мне его зять Тимур Кулебаев говорил, что мы у тебя все отберем, если ты будешь на этом аукционе участвовать. Премьер-министр Нурлан Балгимбаев сказал мне следующее, ты хочешь, чтобы я был твоим личным врагом? Я говорю, а что там такое? Ты не должен участвовать на тендере, а если будешь, ты будешь моим личным врагом. Тогда я возглавлял КИГОК, это был у нас разговор один на один, я просто в кабинете, извините, грубо его послал. Просто послал и все. Он был в шоке. Потом меня долго уговаривал Назарбаев, я сказал нет. В итоге я пошел на этот аукцион и собрал ресурсы. Мы победили, дали 72 миллиона долларов. Это заемные средства были, безусловно. И вторые были КАСКоммерсбанк, где совладельцем этого банка был Мурсултан Назарбаев. Это мне стоило гигантских усилий. И я сегодня посмотрел в Википедии, и там уже откровенно ложь пишется. То есть я свой же банк, оказывается, должен был отвоевывать. Это был мой банк, это знал весь бизнес, это политическая верхушка, аукцион. Если поднять всю прессу того времени, это мой банк. И когда я сидел в тюрьме за организацию демократического выбора Казахстана, я был арестован. И вот Ержан Тачишев, когда ко мне пришел в тюрьму, я ему просто дал поручение моим людям, отдал под контроль эти акции. Когда я вышел из тюрьмы, Ержан приезжал ко мне в Москву. И мы с ним договорились, что он регулярно ко мне приезжает, отчитывается от деятельности моего банка. Он был председателем этого банка, я его назначил как главный акционер. Я привлек ресурсы. И, ну, конечно, мы правда создавали имитацию, что, ну, якобы у меня банк не под моим контролем. Потому что Ержан на самом деле хотел это озвучить, сказать, что, ну, скажи, пожалуйста, всем, что я нормально подчиняюсь, работаю, как младший твой партнер. Он ко мне вообще пришел, закончив институт, работать в мою компанию, которая уже на тот момент, ну, неплохо была развита, чтобы вы понимали. Он был моим младшим партнером, как и Нурлан Самогулов. Он пришел против, после Ержана Тачишева. Вот. Но я этого не мог сделать, потому что Ержан говорил, что его обвиняют, что он якобы меня кинул и тому подобное. И он просил бизнесу, хотя бы бизнесу сказать, что он выполняет свои обязательства передо мной. Но я ему сказал, Ержан, если ты это скажешь, если я скажу, то тогда тебя Назарбаев начнет давить и отбирать акции. Вот пока я съездил в тюрьме, Назарбаев у него переписал 9% акций банка. И договоренность у него была с Ержаном, что он отдаст ему 25% на первом этапе. Но когда я вышел из тюрьмы, конечно, я все сломал. Всех их договоренностей, сказал Назарбаеву, и у Тюмбратов был его вставленник, который контролировал свою долю БТА. Я говорю, нет, так не пойдет. И, по сути дела, размыл их долю в итоге до менее чем 1%, 0,5% что ли, размыл их долю. И Назарбаев по этому поводу возмущался. Ты мою долю уничтожил, как ты мог? Вот такая вот ситуация. Поэтому это я вам так говорю. Теперь по поводу Еркана Тачишевой. Еркан Тачишев работал у меня. Он в 17 лет пришел ко мне. Я его сам лично воспитывал. Без Ержана. Просто это был младший брат моего партнера по бизнесу. Он меня даже и не просил Ержана. Я его сам воспитывал. Сам отправил учиться в Москву. Оплачивал ему учебу. Вот недавно Мухтар Тачишев по этому поводу у Барейка и сказал. Он правду сказал, потому что весь бизнес об этом знает. Воспитывал его. Была ситуация, когда он работал в моем московском банке. В московском банке я назывался Астана Холдингбан. Он, Мамишты Ги и там еще один человек втроем. Они работали еще параллельно в моем московском банке, будучи студентами. Затем, когда наступил момент, ну, понадобились свежие молодые силы, я их отозвал и вернул в Казахстан. Он работал у меня сначала просто менеджером финансового отдела и так далее. Потом я их перевел в проект. В 96-м году я на аукционе купил Кустанай Азбест. Это в Житогоре город. Вот сегодня я с интересом прочитал, как переписывает историю. Вот Тачишев-младший написал. Оказывается, в 96-м году его назначил Ержан Тачишев под проект, который он якобы приобрел. Ержан Тачишев в это время работал в банке Туран-Алем. До этого работал первым заместителем Казкоммертбанка. В начале 90-х годов я свой Астана Холдингбанк слил с Казкоммертбанком. 50 на 50 наша доля была. И там Ержана поставил туда первым заместителем председателя правления. Поэтому Ержан занимался только банковской деятельностью, представлял наши интересы. Никогда не занимался никакими инвестиционными проектами. Азбест Кустанайский я сам приобрел на аукционе. И вот эту молодую группу, которую я сформировал, сначала отправил просто специалистами. И позже я их назначил руководить. Руководить. А Еркан Тачишев внес в Википедию, якобы его старший брат назначил. Якобы это его акции. Это неправда. Этот молодой человек, к сожалению, пока я сидел в тюрьме в Казахстане, он, скажем, потерял чувство реальности. И, по сути, присвоил азбестовый бизнес, который сначала был в Казахстане, первая часть Кустаная, вторая в Оренбурге. Чтобы вы понимали, это российский и казахский бизнес совместно. Сейчас им приносят около 200 миллионов долларов прибыли. Вдумайтесь, около 200 миллионов долларов прибыли. Вот. Поэтому он сейчас там в списке Forbes стоит как миллионер. Это человек-миллиардер. Потому что эти акции, по сути, он у меня украл. Он боится, что ему, по сути, предъявят. Он не должен был оформить мою долю. Он не оформил. Я просто на доверии с ним работал. Вот. И когда он говорит, что 14 лет шло следствие, извините, я в мае 2003 года, точнее, 2005 года, приехал в Казахстан и возглавил Совет дикторов банка. Лер Кантачин был первым заместителем председателя этого банка. Он сам ко мне в Москву прилетал. Умолял, чтобы я возглавил банк. Потому что банк уже готовые были растерзать. Я жил в Москве. Я опасался приезжать в Казахстан. И потом Назарбаев убедил приехать меня на встречу с ним. Я рискнул, приехал. И он меня убеждал вернуться в Казахстан. Это было в феврале 2005 года. Все, что я говорю, есть в материалах суда в Лондоне. Там все детально описано. И он меня уговаривал вернуться. Я сказал, хорошо, я вернусь. Но позже Назарбаев меня спросил, когда. Я сказал, когда я пойму, что можно приезжать. И вот с февраля до мая месяца младший брат Ержан Тачева регулярно приезжал ко мне в Москву. Умолял вернуться. Против них были возбуждены уголовные дела. За деятельность на Кустане Азбесте. Как мне говорили представители силовых структур. Они уходили от налогов и собирались их арестовать. И вот тогда я, сидя в Москве, вмешивался в этот процесс. У меня, безусловно, было влияние. И на Назарбаева он хотел, чтобы я вернулся. И на силовиков я тогда остановил арест. Чтобы вы знали, арест Еркана Тачева. Еркана Тачева и всей бизнес-группы, которая занималась азбестовым бизнесом. Вот все, что я говорю, это просто реальность. Это было так. И есть масса людей, которые могут просто подтвердить. Между Ерканом Тачем и Анарой Тачевой, женой Держана, были конфликты. То есть банк рвался на части. Клиенты не знали, что делать. Конфликт у них между собой. Он Анаре Тачевой говорил, ты не мать, ты биологическая мать. Но ты не являешься реальной матерью своих детей. Мы у тебя их отберем. Поэтому, когда я приехал, я все это стабилизировал. Анара уехала в Австрию. И все, даже встречи их детей. Вот сейчас Алпамыс Тач выступил там с обвинениями. Он был маленький, он ничего не знает, он сейчас, что называется, говорит все слова, которые ему говорит Еркан Тачев. Я к ним приезжал в Австрию до 2009 года. Я к ним регулярно приезжал. Более того, внуки Анар Тачева запрещал общаться с родителями Еркан Тачева. Они не разговаривали с Ерком Тачев. Там были враждебные отношения. И только мое воздействие на Анар привело к тому, что, точнее, родители Апашки и Аташки могли встречаться, приезжали в Вену, встречались с детьми Еркан Тачева. Понимаете? Вот таким образом, как это было. И вот, когда говорится, что Еркан Тачев в 14 лет якобы было расследование, извините, он в 2005-2009 годы работал со мной под моим руководством. Вместе мы реализовывали проект, финансировали в Грузии. Вместе со мной в Саакашвили, даже у нас фотографии есть совместные, мы получали ордена за вклад в развитие экономики Грузии. И вот этот молодой человек, я даже не хочу его как-то называть реально, кто он, это негодяй. Карим Асимов, они вместе с ним в 17-м году, по сути дела, он написал заявление, по которому Комитет национальной безопасности снова возбудил вот эти дела. И решили меня вытащить из Франции. Мы, наверное, видели интервью бывшего председателя Комитета национальной безопасности Дубаева, который говорит, что его посадили в тюрьму. И требовали, чтобы он дал показания, что якобы это было осуществлено по заказу. И в обмен его родственников, племянника, брата выпускали из тюрьмы. И вот Еркан Татьшев, идя совместно действуя с Комитетом национальной безопасности, вот написал такую бумажку. Ну, это ему нужен был формальный повод. И вот этот молодой человек, который украл меня бизнес, многомиллиардный, между прочим, который сейчас минимум, ему только два объекта, приносит минимум 200 миллионов долларов в год. Теперь он просто боится, что завтра Токмади выйдет и скажет правду. Он и так говорит, даже в тюрьме он говорит правду, что его пытали, сбивали. В июне 2017 года, когда его арестовали, мне сразу сообщили силовики, что хотя его обвиняют по делу 12-летней давности, что он якобы у своего партнера принудил по стекольному бизнесу продать акции, с которым 12 лет еще дружил, но в год вместе проводил, его по этому поводу задержали. Кто? Это хозяйственный спор, Комитет национальной безопасности с автоматами, с вертолетами. А в основе было то, чтобы принудить Токмади, что он дал показания, что якобы он выполняет, выполнял заказ на убийство. Вот представьте себе, как может человек поехать на охоту. У него, кстати, кредит был, ему Иржан не просто из кармана вынул. Я видел комментарий, что якобы вот, наверное, он там в темную дал, надо было расписку взять. Нет, это кредит был выдан банком Турналем официально, во-первых. И ему не было необходимости кого-то убивать, что якобы он не возвращает кредит. Если он не возвращает кредит, ему имущество все описано в залоге банка, конфисковывается. Я вам просто механизм объясняю. И вот представьте себе, что они едут на охоту, впереди сидит охранник, следом едет машина с охранниками. Ну какой дурак будет стрелять? Потом рассказывает разные байки. Родственник его, который был избитый, он сейчас уже умер. Ну вот, КТК показывает, что якобы какие-то 4 миллиона долларов ему передали. Потом Токмади принудили сказать, что вечером кто-то постучался, дверь. Он открыл, и там какой-то человек передал ему сумку, сказав, что от маке 4 миллиона долларов, по-моему, сказал. Ну это смешно. Вот вы сидите дома, вам кто-то стучит дверь, приходит сумка и 4 миллиона долларов. Вы же просто с ума сойдете, скажете, кто такой. Ну и потом, зачем ему убивать человека на виду у охранника, за охраной, которая ехала следом. Это же смешно. Вы же знаете, что жизнь человека, если заказать это стоит, может быть, если супер какой-то охраняемый человек 100 тысяч долларов максимум. И где-то снайпер сел, меня самого так стреляли, снайпер и так далее. Это смешно, публично, открыто застрелить. Я вижу там в эфире, люди рассуждают, сочувствуют и так далее. Вы головой дружите, друзья? Просто головой дружите или нет? Это все сделано для чего? Для того, чтобы меня вытащить из Франции, экстрадировать. Им здесь, их лоббисты, лоббисты Назарбаева сказали, что ваши все обвинения в краже денег несостоятельные. Вот если было бы какое-нибудь уголовное обвинение, и тут они вытащили дело 4-летней давности и начали лепить. Вот даже вот, собственно, ружье, ружье, из которого экспертиза сказала, что самопроизвольно выстрела, оно где хранилось? Хранилось после того, как все дела были судебно завершены дома у Еркна Тачева. И какой-то агент ФБР анализировал и делает выводы. А, это была умышленная стрельба, они на кочке выстрелила. И не просто умышленно, мы из Америки прилетели и доказали, что якобы заказчик Мухтара Бляза. Но это вообще просто никакие ворота не лезет. Я еще хотел вам сказать, что этот ФБРщик сказал, что якобы в Америке какие-то уголовные процессы сделали. Это вранье. Есть независимая страна, у каждой страны свои судьи, свои расследователи. ФБР к этому никакого отношения не имеет. Вот этого агента, так называемого ФБРщика, у него вокруг него скандалы, обвинения, что он там передавал 100 тысяч долларов президенту Америки, не ему, а его лоббировал, чтобы его приняли на хорошую работу и так далее, и так далее. Я всю эту информацию размещу. Это тоже один из коррупционеров. Один из коррупционеров, который появился на пресс-конференции и врал, врал, врал. И какое-то количество людей эту лапшу слушали, слушали, слушали. Вот. В общем, одним словом, это просто дело, сфабрикованное Комитетом национальной безопасности Каримом Асим и Ерком Тачем. Он является не только агентом КНБ, он же агент и ФСБ России. Там есть такой Васильев Владимир Абугалиевич. Он глава фракции Единой России в Государственной Думе. Ну, считается, что он как бы казах. В свое время вот эти молодые ребята нашли к нему подход. Он у них сидит, что называется, на удовольствии, крышует. И вот представьте себе, что два года назад Тач заявлял, что они помогают Украине. Вот юрты вот эти все горели якобы. Это все финансировалось Тачем. Но представьте, что у него он возглавляет ассоциацию производителя асбеста в России. Там любой кто-то один пост напишет, его сразу в тюрьму закатывает. А у него бизнес, который суммарно приносит 200 миллионов долларов, часть из которых, значительную основную часть приносит Россия, а он тут изображает, что помогает Украине. Его бы в асфальт закатали. То есть, этот человек участвует с нашей власти в дезинформации Украины. Для чего? Для того, чтобы показать, что якобы Такаев поддерживает Украину. Ну, просто он Путина боится, а вот сидит на двух стульях. Для чего это делать? Для дезинформации, чтобы Казахстан помогал обходить санкции. Вот сейчас недавно вышла публикация, что россияне создали в Казахстане компанию. Там какой-то 16-летний мальчик, владелец этой компании, создали, и они ремонтируют. Что? Российские истребители, у которых там авионика французская. Вдумайтесь, 16-летний мальчик в 21-м году создал компанию, которая ремонтирует российские истребители. То есть, Такаев имитирует, что он якобы друг Украины, говорит всякие разные слова, не признаем ДНР и МНР. А на самом деле, в это время идут разные масштабные формы помощи России по обходу санкций. Так вот, Еркентачев, он как раз играет такую роль. Роль провокатора, изображающий, что Казахстан помогает, какие-то юрты строит. Но я уже в Украине всю подробную информацию передал. Этот человек возглавляет ассоцией, так называемых ризотила, или, проще говоря, асбест в России. И если бы он действительно поддерживал Украину, его бы Путин закатал в асфальт, отобрал бы бизнес в Оренбурге, посадил в тюрьму. Этого нет. Почему? Потому что он играет в эти игры вместе с нашей властью. И когда мне наши люди пишут, что почему вы это не комментируете, я много раз комментировал, я уже устал комментировать. Вы должны простые вещи анализировать. Тачев-младчев делает обращение к кому? Кто к Каеву. Уважаемый Касанжумар Кемелевич, лидер нации нашей и тому подобное. Кто обращается к убийце народа, то к Каеву с такими словами, как уважаемый Касанжумар Кемелевич. Прошу вас обратить внимание и тому подобное. Только те, кто являются участниками подавления свободы граждан нашей страны, участниками финансирующие. Кстати говоря, здесь за мной большая группа агентов охотилась, следила, их всех финансировал Геркен Тач. Всех абсолютно. Адвокатов Германии нанял, они здесь бегали. Себе же навредили, кстати говоря. Вбросили в суд какие-то документы, сбоку не имея никакого отношения. Переписку между Макроном и Токаевым это сбросили в суд адвокаты Геркен Тач, немцы. Судьи были в шоке, сказали, как частная компания получила доступ к дипломатической переписке между главами государств. Как? И они сразу сделали вывод. Идет политическое преследование, они только таким образом мне помогли. Спасибо им. Итак, вы понимаете, что вот этот маленький подонок, который вместе со мной работал в банке под моим руководством, утверждает, что якобы 14 лет шло расследование. Конечно, никакого расследования не было. Все это вранье. Они это сделали в 17-м году. В 17-м году мне дали 20 лет заочно. Кстати говоря, тоже незаконно. Никто меня в суд не приглашал. Назначили какого-то адвоката. По нашим законам они должны были меня уведомить, чтобы я поставил своего адвоката. Никаких таких прав и возможностей мне не дали. Затем в 18-м году Токмади задержали совершенно по другому делу. И полгода его пытали, заставили, чтобы он сказал, что якобы он выполняет какой-то заказ. Это все вранье. Это все делалось в Комитете национальной безопасности по приказу Назарбаева, чтобы меня вытащить из Франции. И Еркон Тачев, это мелкий подонок, помогает. Его жена там какой-то в Инстаграм пишет, что она приходила со мной, ругалась якобы. Ну бегала какая-то маленькая девочка. Она маленькая в буквальном смысле. Я ее даже и, ну может быть, видел в коридоре. И она, оказывается, приходила со мной, ругалась, что я якобы не плачу зарплату. Просто эти иборишки, и лгуны. И самое страшное, что эти люди работают на режим, усиливают их, выполняют их заказы. Врут. Это люди, соучастники всех преступлений, которые в нашей стране происходят. Потому что они финансируют и Комитет национальной безопасности, и их агентов. Поддерживают режим, поддерживают Такаева, который дал приказ расстрелять в Хантар десятки тысяч людей. Мы официально знаем, что 238 погибло. Но мы знаем, что тысячи людей убиты. Тысячи. Десятки тысяч прошли через жернова пыток. И вот такие, как Еркон Тачев, они помогают этому режиму. Поэтому он трясется от страха. Посмотрите на его видео. Он руки сжимает, боится сидит. Он, что называется, предал. Стал работать на режим. Его сейчас используют, ему страшно. Он боится. Возмездий будет обязательно. Ну и потом, смотрите, вытащили дело Токмади. Сначала ему вроде бы как судебное решение дали возможность, что он выйдет. Потом резко начали отматывать назад. Почему? Это сделано специально. Вы знаете, что состоялось покушение на Айдоса Садыкова в июне этого года. В июле он умер. И это сделано по приказу Такаева. Люди находились за пределами Казахстана. Вели оппозиционную журналистскую деятельность. Вот многие же здесь часто писали, типа, легко тебе сидеть за рубежом. Нет проблем, приезжайте. И вы видите, что произошло с Айдосом Садыковым. Его убили. Наташа Садыкова осталась с тремя малолетними детьми. И она продолжает вести этот канал. Вы сможете так уехать за рубеж, чтобы легко, как вы говорите, оттуда вещать? Попробуйте. Здесь за мной охотятся, пытаются убить многократно. Куча людей здесь арестованы. Они признали, что получили заказ на убийство. Заказ на убийство, в том числе, это делает Еркен Тачев. Он финансирует этих агентов, которые за мной охотятся, следят. И вот, когда мы, понятно, сразу тоже заявили, что это сделал Токаев, что происходит? Токаев теперь хочет вытащить дело Токмади специально. Делает пиар, что вот Тач выходит, другие везде там какие-то заявления. Забивает средства массовой информации, пытается из меня сделать убийцу. И думаю, не получится это. Не получится, чтобы вы понимали. Убийца Токаев, это вся страна знает. И не только страна, мир знает. И попытка привязать, что якобы кто-то выполнял заказ, это ничего не получится. Ничего не получится. Я в то время жил в Москве. И все эти слова о том, что Токмади, представьте, Токмади, кто? Оказывается, был главарь бандитской группировки, там депутатская группа его называлась. И якобы эта группа убивала людей. Токмади такой был страшный. И оказывается, Токмади увидел меня, испугался, испугался, имея бандитскую группировку. Это вообще смешно, друзья. То есть такие легенды выдавать. При этом Токмади бизнесмен, встречался с Назарбаевым, встречался с Карим Масимом. Они его давали награды. И, кстати, еще по поводу его кредита. Я когда в банке работал, я смотрю, у нас какие-то невозвратные кредиты стоят, необслуживающие. Говорю, кто это? А мне говорят, вот бизнес Токмади. Я говорю, что он кредит не обслуживает? Мне говорят, нет, он платит деньги. А Тач в то время был первым заместитель представитель банка. Его деньги возвращает. Искусственно создает ему дефолт просрочки. Я говорю, зачем? Ну, типа, они ненавидят, потому что он брата убил на охоте. Я вызываю Еркен Тач и говорю, Еркен, что это такое? Понятно, там другие какие-то процессы происходят. Но банк при чем? Ты создаешь в банке убыток. Мы, показатели банка, плохие становятся, если ты недовольный. Если ты не хочешь, чтобы он обслуживался в нашем банке, а он говорит, я не хочу, чтобы в нашем банке обслуживался. Пусть погасит кредит. Если я не ошибаюсь, это было в 2006 году. И мне доложили, что Токмади взял кредит в Альянс банки, погасил кредит, перекредитовавшил в Альянс банки. Альянс банк живой, он сейчас называется Форто-Банк. Можно заглянуть, посмотреть. Вот так это работает. Все открыто. Я все это в средствах массовой информации говорил. Поэтому они потом начали легенды придумывать, личные такие-то привез, потому что якобы кредит был погашен. Кредит он сам погасил, взяв кредит в Альянс банки. Это можно проверить. Это мне доложились. Это легко проверить. Вот что делал Еркон Тачев. Видите, какой мелкий подонок. Человек, которого я воспитывал, финансировал, обучал. Когда его брат погиб, он думал, все, удача. Теперь он будет суперолигархом. Он такой тщеславный. Знаете, вот такой вот мелкий тщеславный. Чтобы о нем говорили и так далее. Вот типа взлетел и потерял чувство меры. Он, я сейчас то, что я говорю, чтобы вы знали, это останется в истории. Почему я вынужден все детали говорить. Он там в поездке в Грузию обидел. Был такой предприниматель Гарри Лучанский. Близкий к мэру Москвы. Ну, его по сути кошелек. И кошелек Нурсултана Назарбаева. Он его оскорбил. Его человека. Сказал очень масса таких нехороших слов. И Гарри Лучанский, вы знаете, в России там полубандитский бизнес. Звонит мне и говорит, слушай, этот мелкий подонок, я его убью. Он мне так буквально сказал. Я его закопаю. Я говорю, Гарри, ты что, он же у меня работает. Отдай мне его. Помните, фильм есть, место встречи изменить нельзя. Там горбатый, так называемый, говорит Шарапова. Отдай нам его, мы его порежем. Так вот, приблизительно, такой же был диалог. Мне звонит Лучанский, отдай нам его, отдай. Мы его вообще уничтожим. Я говорю, Гарри, это не будет. Он работает у меня. Мои члены команды защищены группой, мной лично. Поэтому, давай, не надо эту тему больше говорить. Затем, кто бы выдумал, кто мне позвонил? Булат Утимуратов. Это помощник Назарбаева, его кошелек, миллиардер. Он в то время был управляющий делами Назарбаева. Звонит мне и говорит, слушай, этого мелкого подонка отдай нам. Я говорю, ну окей, что значит отдай? Он что, вещь какая-то что ли? Он оскорбил моего друга, нашего друга. Я его посажу в тюрьму. Ну вы видели бы, когда Еркона я вызвал. Говорит, тут тебя хотят в тюрьму посадить. Я, понятно, Утимуратов, говорю, нет, Булат, этого не будет. Он работает у меня, и все люди, которые работают со мной, они защищены группой. Я тебе его не отдам. Он мне звонил и так и сяк. Я тогда Еркону говорю, иди, замаливай, что называется, проси прощения. Вы должны были видеть. Это пацан, который говорит, вот, Мухтар Аблязов сломался, то и сё, в тюрьме там. Как он выглядел? Просто потерялся, был вообще, он в страхе был. Пошел, извинялся, дарил какие-то подарки, часы покупал дорогие и так далее. И в связи с тем, что я сказал, нет, я его в обиду не дам, он тогда, что называется, выжил. А его могли просто, вы же знаете, как эта система Назарбаева сажает людей в тюрьмы. Я его не дал уничтожить. Ну, знаете, я уже привык. Люди, многие ведут себя слабо, ломаются. Вот этого парня, тщеславие, желание, скажем, на чужом горбу выехать, он фактически украл бизнес. И сейчас этот человек миллиардер. Типа он крутой бизнесмен. Никто о нем не слышал, он только появился после смерти своего брата, так называемый, взлетел. Вот. Ну, и я вам говорил, что никакого следствия, ничего не было, никто ни с кем не боролся. Он все время был рядом со мной, работал у меня. Теперь, уважаемые друзья, вы видите, мотив был очень простой. Такаев дал приказ и убили Айдоса Садыкова. Затем, чтобы перевести стрелки, сказать, вы что меня обвиняете, что я убийца. Вот он, убийца, облязов. Вот для чего он вытащил Токмади, чтобы развернуть пиар. Ничего у них не получится и не получалось. Ничего у них не получится. Здесь во Франции сразу отбросили. Когда они пришли с этими делами, у меня есть решение суда, которое сразу сказали, то все это вообще сомнительно отбросили. Даже на допрос меня не приглашали. В Франции даже отказалось это смотреть, чтобы вы знали. Вот что я говорю про Тачев, что он агент ФСБ, агент Комитета национальной безопасности. Человек, который специально сейчас действовал для имитации, для обмана Украины, чтобы Зеленский не организовал различные санкции против Такаева. Этого убийцы народа. Вот они имитируют, что якобы Казахстан помогает какие-то юрты там строить. Это все делает Еркен Тачев. Делает как агент Федеральной службы безопасности. Его крышует Васильев Владимир Абугаревич, который является главой фракции Единой России в Государственной Думе России. Я вам такие вот детали сообщаю, которые вы нигде не сможете узнать. Вот это все будет в ленте. Это мелкий подонок, к сожалению. Чтобы вы знали, семья Тачев, вообще они жили в двухкомнатной квартире, их вообще 8 человек было. Он из Кентау. И вот эти люди, брат старший Ерлан, младший Еркен Тачев, сам Ержан, их родственники, все работали со мной в банке в моем бизнесе с начала 90-х годов. Всегда. Когда в 2005 году я вернулся в Казахстан, тоже все члены семьи, фактически все работали у меня в банке. Зять, дочь и так далее. Все работали у меня в банке. Поэтому, когда кто-то рассказывает, что якобы там следствие шло, ничего не было. Ордена, медали, ресурсы, бизнес, все было в их руках. Я просто к ним относился, фактически как к членам своей семьи.